Всем привет! С вами я, Михаил Шилов, автор проекта Будушин.ру, докторшилов.ком, корректура.ру, будоблог.ру, макевара.ру. Давненько мы с вами не виделись, после нового года не выходил я еще ни разу в прямой эфир. А теперь вот вышел и хочу сегодня, пока еду на тренировку, подрассказать вам о своих планах и планах моей компании на новый 2017 год. Так, подождем пока, сейчас народ будет подтягиваться в эфир. Сейчас увижу, как кто-нибудь вошел уже, все хорошо. Сейчас потихонечку начну обо всем рассказывать, потому что новостей у меня на самом деле много, что-то я безусловно забуду, но постараюсь ничего не забывать, обо всем рассказать. Прежде всего о планах и о планах, которые ждут на ближайшее время, потому что появится много новых интересных материалов и появятся отчеты о новых, вернее не о новых, а о проектах уже которые были, о которых я должен, наверное, должен был рассказать уже, наверное, давно. Значит, первое, что касается вот прямо ближайшего самого, те, кто подписан на мои каналы, на мои ресурсы, наверное, увидели, что сейчас у меня запустился такой маленький проектик-отчет по поводу поездки в Китай. Называется «Мое знакомство с Поднебесной». На самом деле, такой простенький, значит, отчет, потому что в Китае был первый раз, ну, решил вот написать о впечатлениях, которые были. Там будет видеоматериалы, фотоматериалы, но самое интересное, самое интересное, что туда войдут не просто вот такие вот, значит, отчеты там, типа «Привет, ребята, вот я на фоне там того-то, вот на фоне того-то, сзади меня то-то покушали сегодня то-то». Нет, это тоже будет, кому-то это интересно. Вот, там будут, ну, размышления, что ли. В свое время я выпустил проект, который назывался «Критские заметки», потому что он был записан на Крите, хотя его основное название такое, как спортсмену, значит, отдыхать так, чтобы не было потом мучительно больно за бездарно потерянное время. Здесь нечто подобное. Это подобный проект, но смысл его другой, ну, было бы глупо, да, подобный, вернее, точно такой же записать, как был на Крите записан. У этого проекта, у этих, вернее, видеоматериалов, другая, ну, основная, значит, объединяющая их канва – это умение продуктивно мыслить. То есть, что дает продуктивное мышление, что дает размышления и рассуждения, как в себе тренировать эти качества и как эти качества могут существенно, значит, улучшить жизнь. Вообще любого человека, а человека, который хочет жить инициативно, интересно, тем более. Режим «Город один». Вот, это самое главное. То есть, там несколько подкастов длинных, они достаточно длинные, такие микролекции, минут, наверное, по 20, которые дают, во-первых, общее понимание процесса размышления, не о рассуждении продуктивного. То есть, потому что многие люди не в состоянии начать даже правильно думать для того, чтобы эффективно двигаться в каком-то направлении и достигать результата, которого они хотят. То есть, они мечтают об этом, да, и не достигают своих целей. Также туда войдут материалы о том, как начать эффективно действовать. Потому что многие люди хотят начать действовать, понимают, что им это нужно, нужно что-то менять. Даже некоторые знают, как это сделать. Некоторые даже планируют и даже начинают действовать. Но кто-то не знает, как начать, кто-то не знает, как начать даже думать на эту тему. Кто-то не умеет правильно планировать, а кто-то не умеет воплощать свои планы в жизнь. И на самом деле вообще проблема не в людях самих как таковых У них есть на самом деле потенции для того, чтобы свои планы начинать, а главное завершать То есть завершать любое начатое дело и делать эффективно это У каждого есть То есть вместе с идеей человеку дается и все силы на реализацию данного плана Но вот надо просто понять причину, которая не дает это делать И вот такое понимание причины позволяет легко с помощью пары-тройки методов Справляться с вот этой вот напастью Выделять ее очень важно, потому что никакие видеокурсы по тайм-менеджменту Или по правильному опланированию не озвучивают эту тему комплексно Почему же у людей возникают такие проблемы То есть там предлагаются решения в принципе для всех одинаковые А дело в том, что проблемы-то все время разные Их на самом деле всего 4 я выделил Вот И если вы в себе найдете А я написал, как это продиагностировать и найти причины эти Найдете в себе эти причины Часть, они даже переплетаются между собой То с помощью целенаправленных действий Направленных на устранение помех, связанных с этими причинами Вы победите Это напастье Вернее даже не победите, а выберите такой путь, где этой напасти нету И все у вас будет замечательно получаться Так вот, как к этим материалам прийти? Ну, на самом деле просто Вы следите на моем буду-блоге, а также в социальных сетях За вот этими вот отчетами, которые называются Мое знакомство с Поднебесной или Китай 2017 Вот И там обязательно появится форма, значит Которую вы заполните и получите все вот эти материалы Потому что в социальных сетях и на блоге я выкладывать эти материалы не буду Они очень длинные, очень большие Поэтому они выйдут отдельными страницами с видео и с PDF Вот Но для того, чтобы получить их, надо будет их получить специальным образом То есть надо будет написать, заявочку запросить И получите все эти материалы Ну, а часть материалов, конечно, будет и в соцсетях, и на блоге Это первая часть Это то, что вот сейчас уже выходить начинает Я выпустил две самостатейки пока Вот А, кстати, да, многие материалы, что касается видео Появятся на моем канале На YouTube Так что еще и там обязательно посмотрите Если не подписаны на мой канал YouTube, обязательно подпишитесь Вот Там какие-то иллюстрации ко всем моим статьям Они будут именно на YouTube И там тоже плейлист, который так и называется Там, что-то, Китай 2017 Мое знакомство с Поднебесной В общем, примерно точно так же все это называется Можете набрать там просто в моем На моем канале на YouTube поискать то, что связано с Китаем Или просто в поиске набрать шило в Китай и все найдете Вот Второе Интереснейшая тема, которая будет интересовать, наверное, многих Это что касается проекта Корректура Долгий Последний год я динамил народ Все разогревал Значит Как его сказать Вот интерес По поводу того, что вот-вот у меня выйдет там отчет по проекту Корректура Который там Ты-ты-ты-ты-ты Там Потом детскую корректуру начал Все Народ пишет и рвет и мечет Говорит Ну, Михаил Давайте уже По своему проекту делитесь Давайте Сколько же можно тянуть Обещайте, обещайте и не напишите Ну, ребят Все так и задумано было специально Что же вы думаете Хотя проект Корректуры я, по сути, как таковой Завершил больше год назад И какие-то материалы выбрасывал Ну, больше мотивирующего плана Ничего такого вот прямо конкретного я не выдавал Да, кроме того, что вы могли посмотреть результаты до и после Вот Но Все Сейчас Сел за проект Значит, оформление проекта Корректуры И сейчас готовится первый материал В смысле, не материал А первая часть курса Корректуры Который увидит свет И это связано как раз с первым вот этапом проекта Корректуры Который у меня был Значит, и благодаря которому я быстро убрал первые 10 килограмм Фактически Ну, просто перестроив Свой режим Прежде всего, питание и режим дня Вот Называется этот Самый кусочек Он Именно выйдет вот такими кусками Потому что если я целиком буду проект Весь готовить Это займет немыслимое количество Времени Как такового И материал очень будет большой Когда большие материалы готовятся То они затягиваются просто до бесконечности Поэтому будет все выходить вот такими фреймами Кусочками Так вот, первый материал Будет называться Вкуснюшки Для тех, кто на сушке Ну, вот так вот Прикольно решили мы это назвать С моей дочкой Почему С дочкой Потому что В реализации данного этапа Она принимала большое участие Кстати, потом Когда был проект детской Скорректура Она Тоже Значит Использовала все эти наработки При работе над собой Вот И, соответственно Все это дало такой же результат Точно Даже, может, и Лучше Чем у меня На ее Ну, уровне Посмотреть, если это То есть Что же это такое Это Некий подход К изменению Режима питания И Даже не столько режим питания Сколько Правильного набора Интересных Решений Которые позволяют Тем, кто Использует При похудении Низкокалорийные И низконапуглеводные Диеты А также Буч Белково-боглеводные Сочередование Как Легко Переживать Вот эту вот Ну, безуглеводку Чтобы не было Психологического Стресса Безуглеводного А также Самое главное Чтобы не было Срывов Потому что При безуглеводке И при буч Самая большая проблема Это срыв Когда на мотивации Человек Держится Держится Крепится Крепится Неделю Вымучивает себя И потом В какой-то момент Не знаю Он дает себе Какое-то послабление У него Какая-то Какая-то неприятность Либо что-то еще У него Значит Возникает срыв Он съедается Шоколадку И это служит Стартовым Таким Шнеллер Такой Напустил он Выстрел В себя И пошло И он тут же Нажирается Всего что только можно И конфеты И всякие пиццы И понеслась По черной И вся такая штука Вот чтобы этого Не происходило На самом деле Человек не должен В диете себя мучить Он должен есть Вкусные вещи Сладенькие В том числе Довольно привычные Для себя И тогда у него Проблема С безуглеводкой Не будет вообще Потому что Очень много Зависит не только От содержания Глюкозы Потому что Глюкозу мы можем Получить И из длинных Углеводов Которые мы Не перестаем Да это принимать Мы просто перестаем Принимать В основном Углеводы Ну короткие А сладенького Это хочется получить А сладкое Это как правило Всегда короткие Углеводы Так вот Здесь Целый набор Решений Которые позволяют Есть вот это сладкое Ну это специальные Сладкое Значит это в том числе Набор Своей цепи Прежде всего Интересных Вкусных вещей Которые Вообще Очень просто Готовятся Очень быстро Вообще Они красивые То есть они Просто шикарные Вкусные Но Они низкокалорийные И там самое главное Чего нет Вернее там Мало очень Углеводов Быстрых Если присутствуют углеводы То они замещены Как правило На длинные Используются Различного рода Естественные Ну есть искусственные Тоже подфластители Абсолютно безвредные По типу стевиатов Вот Но самое главное Что там не сочетается То что обычно Сочетается Вот во всей Выпечке В вкусностях Это когда сочетается Жирное И сладкое Вот это Самая большая проблема Если такое Съели То будьте Уверены Что все сахара Пойдут на жиры То есть пойдут Они на живот И на Смебедра Здесь же Такого нет Если здесь углеводы Присутствуют То они все присутствуют Без жира Вообще Вот такая штука Сейчас Значит идет Обработка Уже чистовая Весь материал Отснят уже давно Уже смонтирована Черновая обработка Чистовая сейчас обработка Получаются Офигенные Вообще Видосы Это просто класс Я просто балдею От них Это Качество Видео Вообще великолепный Звук Прекрасный То есть использованы Ну Скажем так Где непрофессиональная Там полупрофессиональная техника Ну в общем Уровень Уровень просто великолепный Вот Снималось все на три камеры С разных ракурсов Поэтому все Видно очень хорошо Смонтировано Классно Ну прям Вообще смотри Сглядеть Приготовить Сможет Любой Вот моя дочка Она правда шикарно готовит Она это кулинар от бога Но мы специально подобрали Такие вещи Которые вот Я сам все попробовал Делаю Приготовить Я умею Все эти вещи готовить сам На видео готовит моя дочь Вот Но я все это пробовал делать сам У меня у самого все это Прекрасно получается Это элементарно Никаких не применяется Экзотических Продуктов Все Можно купить В любом абсолютно Ближайшем супермаркете Который есть То есть Никакого гемора Вообще С Приготовлением этого Всего Нету совершенно То есть Вообще класс Вот этот проект Ожидает тоже Смотрите Обязательно Следите за новостями На моих сайтах На каналах Вот На корректуре Точка ру На проект На Вернее В сообществах В социальных сетях Который называется Корректура То этот проект Есть во всех Социальных сетях В Одноклассниках В ВКонтакте На Фейсбуке В моем мире Короче везде Вот Там обязательно Появится анонс А в ближайшее время Там появится Значит Предложение Получить Материалы Тоже Абсолютно бесплатные Разумеется Такого Несколько Мотивирующего Плана Но И там будут Конкретные Советы Которые Непосредственно Связаны Будут Вот с этим Вот Проектом Вкуснюшки Для тех Кто на сушке То есть Вообще Конкретно И как раз Анонсом Они будут Ко всему Проекту Который Выйдет Уже Оформленный На Как Некий Цифровой Такой Продукт Вот Поэтому Если хотите Все новости Знать и получать Сами Материалы То Обязательно Вам надо Следить За новостями Увидеть Когда Предложение Будет По поводу Получения Бесплатных Материалов Эти материалы Обязательно Получите И в этих же Материалах Там будут Анонсы Всех этапов Этого Проекта Поэтому Те Кто Мне Задавали Вопросы По поводу Михаил Как вам Удалось Там Изменить Так Тотально Форму Свою За Два Года И от 105 Килограмм Снизить До 75 При этом Приобрести Значит Атлетическое Телосложение То есть Был Толстый Жирненький Такой Прямо Кругленький Толстячок Стал Атлетически Сложенный Мэн Да Как я Я себя Похвалил Самое Главное Абсолютно Первый Этап Вообще В основном Именно На изменении Прежде всего Питания Режимы Питания Режимы Это Когда Сколько Как часто Это Наполнение Питания В одном Приеме Пищи Это Соотношение В одном Приеме Пищи Белков Жиров Углеводов Что Сочетается Что Не Сочетается И Третья Составляющая Это Конечно Компонента Вообще Ежедневного Планирования Как А калорий Так и Состава Сколько Можно Для разных Целей Белков Жиров Углеводов В день И Какой Должен быть Акалораж При разных Режимах Дня Вернее При разном Энерго Потребуем При разном Энерго Использовании Тренируетесь Не тренируетесь Чем тренируетесь Силовой Тренинг Функциональный Тренинг Там Не знаю Карате Бокс Вы занимаетесь Либо вы занимаетесь Кроссфитом Либо Ни хрена Ничем Не занимаетесь Вообще Вот Там подходы Несколько Разные Вот Поэтому Вот Последите За этой Темой Уверен Что у вас Все получится Потому что Подбиралось Это все С таким Учетом Не как Это делают Профессионалы И не как В основном Это делают Тренера В спортивных Залах Где Супер Профессионалы Я всех Называю Их Именно Профессионалами Супер Почему Супер Это не то Что они достигли Сверхрезультатов А то Что они живут Практически В тренажерном зале Для них Это основная Самоцель Они торгуют Своим телом Своим видом Своими знаниями Используют Часто это действующие Спортсмены Которые достигают Результаты Знают Как его достичь Но Своим клиентам Они предлагают Обычно То же самое Обычный человек Это не спортсмен Это не тренер Который живет В спортивном зале И который готов Выложиться На коротком этапе По полной программе Мне нужны абсолютно Другие подходы А результатов Хочется тоже Хороших очень Ну надо понимать Что подходы Разнятся Вот я вам предлагаю Такие подходы Потому что Это было Но это актуально Для меня И хотя я себя Наверное Отношу Скорее К профессионалам Да Но я Не живу В спортивном зале Ребята У меня очень много Всяких Вообще проектов По жизни И для меня Спорт Это одна из Только составляющих Для меня Это не самоцель Это не жизнь моя Там Да Это Это Средство Не цель А Средство Средство Для достижения Других Гораздо Более Высоких Целей Об этом Я в свое время Записывал Уже подкаст Ну вот Это то Что касается Значит Ближайших планов По проекту Корректура Дальше Какие планы В этом году Светят В этом году Начинаю Плотно Сотрудничать С Союзом ММА Россия По крайней мере Такая задумка Есть Потому что На отчетном Круглом столе Союз ММА Россия Который был Как там я ездил В январе В начале Или в конце декабря Не помню К сожалению Надо на блоге Посмотреть По моему В конце декабря Перед Новым годом На круглый стол Делал я доклад Выступал По поводу Профилактики Спортивной травмы Прежде всего Рука Кулаков Ударных поверхностей В ММА Потому что В ММА Дерутся практически Голыми руками И методики Подготовки Снарядной И все Прочие Должны Вернее Разняться От такой подготовки Предположим В боксе В том же самом Вот Где бой ведется Очень защищенными руками Винтами Тейпами Плейкопластырь Перчатками И так далее Вот Значит И поэтому Подготовка должна быть Другая Вызвала живейший Интерес Мои методики Мои Все эти вещи И поэтому Скорее всего Эта методология Будет активно Продвигаться В ММА Вообще по России Потому что ММА Становится все моложе Тренируются дети Родители хотят Чтобы дети были здоровы Дети хотят быть здоровыми В дальнейшем Социальном плане Прошу прощения В дальнейшем В социальном плане Руки И ноги И все Вообще Дети должны Вырасти Даже если они будут Спортсменами Профессиональными Здоровыми Для того чтобы Заниматься В дальнейшей своей жизни Всем чем хочется Вплоть до того Чтобы быть музыкантами Гитаристами Скрипачами Художниками Или такими Ну профессиями Самозаниматься Где нужны Тонкие манипуляции Пальцами И кистями Поэтому руки Спортсменов Не должны быть Такими Чтобы Ими Нельзя было делать Нормальных Тонких вещей Каких-то Для чего В принципе Пальцы у человека И предназначены Поэтому Эти методики Будут активно Продвигаться Это направление Это направление Будет освещаться Тоже Я думаю Что тем Кому Не безинтересно ММА С удовольствием Наверное Последят За этой тематикой Дальше В этом году Планируется Выпуск Вернее О продолжении Ранее начатых Самых курсов Не ранее Начатых Самых курсов А продолжение Серий Ранее начатых Самых курсов Это Стальные руки Был выпущен Курс Стальные руки Один Это пару Или тройку Лет назад Это было Пальцы Запястье Пястье Вот Значит А Теперь будут Стальные руки Два Это лучше Запясть Сустав И предплечье Вот Эта часть Потом Дальше Будет Выпущены Курсы По Макеваре По работе На макеваре То есть Пока Настоящий момент Из всей серии Макевара От новичка До профессионала Выпущен был Только первый диск Макевара Стартинг Ну и диск Бонусов К нему А на самом деле Эта тема Большая Там Макевара Стартинг Макевара Бегинер Макевара Адвансед Макевара Мастерс И Макевара Профессионал Вот Вот сколько На самом деле То есть Сколько всего Вот Значит Будет Макевар Бегинер Выпущен Курс И наверное Даже уже Адванс Будет выпущен То есть Уже Продвинутый курс Также будет Очень большое Количество Материалов По макеваре Самого разного Направления Масса бесплатных Курсов Мини курсов Микрокурсов Электронных Книг И просто Больших Хороших Видео Обзоров И небольших Обзоров В общем Масса методологий То есть Будет интересно Будет интересно В общем Будет интересно По полной программе Поэтому рекомендую Вам это все Посмотреть Опять же Напоминаю Что все Абсолютно Анонсы Везде у меня Выходят Во всех Моих социальных Сетях В сообществах Вот На моих Сайтах Которые Я перечислил И перечислил Еще в самом конце Этого видео Вот Будут Сняты С продаж Некоторые Мои Видеокурсы Выпущенные Давным-давно Вот Наверное Пока я еще Не решил А ну да Будут Обязательно Но главное Что перед тем Как Они будут Сняты С продаж Будет Грандиозная Распродажа Этих курсов Ну об этом Будут анонсы Тоже Это не значит То что Нам все бесплатно Будет Ничего подобного Цены будут Те же самые Суть Вот в чем На самом деле Планировалось Повышение Цен После февраля На все Виды продукции Здесь же Цены повышаться На эти продукты Не будут Вообще Они останутся Точно такие же В этом и будет Соответственно Заключена Акция Плюс В дополнение Ко всему Будут еще Обредложены Специальные Многословия На покупку Других Продуктов Вот это Будет В этом И весь Интерес Так что Называется Вот Но это еще Не до конца Решенная Как бы тема Вот Поэтому Это будет еще Продумываться Но если будет То это произойдет Уже Буквально После февраля Не советую Дожидаться Этого времени Там Затаиться Там все такое прочее Потому что я говорю Что снижения Цен тотального Не будет Вот Ничего не произойдет Да А другие курсы Будут выпущены Но это уже Другого направления Совершенно Будут курсы Вот А эти материалы Которые Сниму с продаж То есть Причина какая Причина на самом деле Простая Она больше Интересует Наверное Меня Чем Наверное Тема Вот в чем Контент Этих Видеокурсов Великолепный Он И сейчас Он актуальный Но он Никогда не станет Актуальным Меньше Чем он был Просто По форме По своей Ну вот По качеству Записи Там по всему По оформлению По интерфейсу Курса Когда вставляешь Диск в компьютер Немножко я считаю Что эти курсы Ну вот устарели Морально Вот это единственная Причина Единственная Больше никакой Другой причины нет Поэтому эти курсы Я скорее всего Просто Со временем Я переделаю Вот сделаю Рестайлинг Этих видеокурсов В принципе Там будет Абсолютно Все то же самое Абсолютно То же самое Вот Ну может быть Какие-нибудь Немножко дополнения Будут Но просто Будет уже Более качественно Снято видео Будет более Качественный Интерфейс Вот И все такое Прочее Ну и они Подороже Соответственно Будут Хотя контент Будет абсолютно Такой же Вот по сути По содержанию Контент Будет тот же Самый Вот поэтому Успейте наоборот Воспользоваться Ситуацией И приобретите Эти видеокурсы Прежде всего Это коснется Видеокурса Как выглот Железный кулак Вот Прежде всего Коснется Его Вот таким вот Образом Дальше Какие планы Еще Какие планы Скоро подъеду На тренировку Поэтому не успею Наверное Про все договорить Про что хотел Сам рассказать По поводу Значит Материалов По позвоночнику По профилактике Специальной Спортивной травмы Профессиональных Спортивных заболеваний Вышел у меня В прошлом году Вы же знаете Видеокурс По позвоночнику Даже не в прошлом А уже наверное Позапрошлом Но там Целая Эпопея была С его раскруткой И все прочее Поэтому я считаю Что полноценно Он вышел В прошлом году Был его релиз Курс Офигенный Получился Вообще Классный Отзывов Тысячи И тысячи Положительных Относительно Бесплатных материалов Сопровождающих Этот курс И являющихся Его промо А также Масса Положительных Отзывов На сам Непосредственно Курс Как таковой Ну все Он уже становится Бестселлером Я считаю Это без зазрения Совести Сказать можно А помогло Очень многим людям И за последний год Я тут провел Серию Мастер-классов По материалам Которые являются Бесплатными К этому курсу Просто вживую То есть я ездил По разным Спортивным клубам Проводил Мастер-классы Где обучал Людей Тренеров Методикам Значит Некоторым Которые есть В том числе В этом курсе Народ просто В восторге Реально В восторге Вот Эффект Просто классный Уже Я говорю Прошло Полтора года Как курс Вышел в свет И народ Прямо вообще Это То есть От этого времени Достаточно было Для того Чтобы люди Оценили Ну это эффективность Одно дело Когда Люди Только начали заниматься Говорят О там у меня есть эффект Там все такое прочее Другое дело Когда прошло время Люди занимаются Получили этот эффект Эффект Держится долго И наоборот Он только усиливается И становится все лучше Лучше Все качественнее И качественнее Люди уже забыли О том Что у них вообще Были какие-то проблемы С шеей И со спиной Так вот В связи с этим Было масса Дополнительных Запросов И по поводу того Что Вот курс Ну Большой Но он и дорогой Да То есть он там Шесть и пять тысяч рублей Его версии В зависимости от того На физическом носителе Он или Для скачивания версии Вот Попросили некоторые люди Сделать такой Как бы разбивку Такую То есть Как сказать Дополнить этот курс Может быть Какими-то Или создать Другие Смаги Продукты Которые поменьше Были бы по размеру Вот И поменьше Соответственно По деньгам И было бы легче Покупать То есть Можно так же Было бы разбить На части Потому что Каждая последующая часть Она вытекает Из предыдущей Да В этом курсе Есть несколько частей Которые одна Идут из другой Но они в одном курсе Предлагаются Возможно Надо было так и поступить То есть Сам правильный подход Было бы разбить Этот видеокурс На четыре части И И выпускать отдельно Но этот курс Я разбивать уже не буду Потому что Это законченный Абсолютно продукт Полноценная методика Ничего я с ней делать Уже не буду А вот Буду я Выпускать В этом году Видеокурсы Опять же Для тех У кого проблемы Там С шеей Спиной С тазобедренным суставом Вот С локтями Коленями И так далее Вот Металинь Ну как еще Ты можешь сказать Ну Ничего не подождать Две секунды было Что я проехал Вот Так Где у меня карточка Та, которая мне нужна Вот она Парковка Так О чем я говорил А И вот Они будут уже выходить Гораздо Меньшими То есть Они будут На разные темы На разные темы Будут разные курсы То есть И будут Максимально Разбиты На Небольшие части И это позволит Чего добиться Ага Так Давай сюда Рядышком Там есть место Да Ну вот Прямо за ним Он как раз Первым Ага Так Это мои ребята Приехали на тренировку Уже Подождите-ка Сейчас Договорю О чем я говорил А Вот И они конечно Будут намного Меньше Но они Соответственно Будут более доступны Они дешевле будут Но качество Будет просто Исключительное И изумительное То есть Вам все дело Очень даже Понравится Вот Так Попробуем Вот так Вот Исключительного Качества Так Ладно Ребят Потом Договорю Все Не к сожалению К счастью Я на тренировку Уже приехал Надо бежать Через 10 минут У меня начинается Тренировка Мы и подъехали Все Договорим позже Всем пока Удачи И до встречи